Праздник Вознесения Господня необычный. Его лейтмотив это разлука, то есть грусть, но смысл его это радость. Сорок дней воскресший Спаситель был на земле со своими учениками. Он являлся им, учил и проповедовал. Апостолы знали, что такая радость не будет вечной. Спаситель сам предрек разлуку. И вот настал день, когда Господь заповедовал своим апостолам не отлучаться в ближайшие дни из Иерусалима, но ждать другого утешителя – Духа Истины. Затем все вместе они вышли из города на гору Елеон. По пути Христос рассказывал об устроении своей церкви на земле. На вершине горы Спаситель разъяснил апостолам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Затем Иисус благословил всех учеников, и дальше апостолы стали свидетелями необыкновенного чуда. Господь начал подниматься от земли, и светлое облако скрыло его от всех взоров. Евангелист Лука пишет, что ученики поклонились Христу и «возвратились в Иерусалим с великой радостью». Разлука обернулась торжеством, надеждой для всего человечества, началом строительства церкви земной. Ее столпами предстояло стать апостолом. «Вознесение» — это не утрата Бога, не разрыв с Ним, а призыв к преображению, к восхождению и вознесению ввысь вслед за Господом в Его Царство. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь» празднику Вознесения Господня. «Вознесся Ты во славе Христе Божий наш, радости исполнив учеников обещанием Святого Духа, по утверждении их благословением в том, что Ты Сын Божий, Искупитель мира». Субтитры создавал DimaTorzok